Покупать, покупать и покупать А тут шпионы от Ход Тойзи работают Или Джим Рейна Они все узнают, и чтобы ты не завязал точно Это же американская компания Везде стоят датчики, только мы не знаем где Хорошо, мы говорим уже о новых фигурках Новости на нашем супергероическом телевидении И Михаил начнет, наверное, с компании Нека Да, мы в прошлых выпусках обделили очень сильно эту компанию А в этот раз они просто завалили нас новостями Потому что Тойфер близко И на Тойфер они самые активные Ну, потому что там нет хоть Тойс и Сайдшева Поэтому Нека номер один Ну, я думаю, что Тойфер выставка больше такая Все-таки игрушечная И самые активные, скорее всего, там монстры Такие как Хасбро А Нека... Не, ну Нека тоже Потому что всегда они к Тойферу Очень сильно готовятся У них самые громкие анонсы в начале года Я сейчас вам докажу это Хорошо, и наконец-то готовые, практически готовые фигурки обезьян Из, соответственно, планеты обезьян Да, и причем Нека они будут делать и классическую, и новую Которая выходит в этом году И называется планета обезьян революция Да, так перевели наши локализаторы Наши локализаторы В оригинале был рассвет, да, на дозе Да, а то еще перепутает наш народ Рассвет мертвецов с рассветом планеты обезьян Поэтому решили назвать планеты революции Вот, да, и значит Будет, наверное, несколько серий Потому что анонсирована пока только первая Первая серия три фигурки Это три разных персонажа Корнелиус, доктор Зайус некий И горилла-солдат Просто безымянный солдат армии приматов Это семидюймовые фигурки Насчет аксессуаров пока сказать сложно Потому что вот на фотографии винтовка только у гориллы А у остальных в руках ничего нету Нету фотографии в блистере, как выглядит фигурка Ну я помню, нам показывали оружие от давным-давно прототипа Наверное, будут еще солдаты вооруженные в следующую серию Да, скорее всего Потому что там другое оружие, не только винтовка Вот, а по новой планете обезьян Которая выходит этим летом Тоже три фигурки Это Цезарь, главный герой Которого играет в датчиках Энди Серкис И там еще две обезьяны Коба и Морис Как ты имя Коба вызывает? Коба, интересное такое имя для обезьяны Интересно, это положительная или зловещая обезьяна Будет играть роль? А может быть они не зря перевели как революция Потому что Коба, какие-то тут красные корни Когда выходят фигурки? В июле, да, обещают выпустить из производства Хорошо, теперь переходим к фигуркам по... Да, Нека берут еще одну... Еще одну... Не, погоди Еще одну франшизу Нека берет классическую Это вот Амбиции, опять же, да Накануне Той Ферр Это Годзилла И они будут выпускать и по классическому фильму И по-новому, который перезапуск выходит в этом году То есть прям то же самое, что и с планетой обезьян получается Да, такая же система, да И известно пока две фигурки самой Годзиллы Или самого, как правильно, самого, да? Наверное, да Хотя... Или нет... Самой... Что это женщина Или девушка Непонятно Да, да Ну хорошо Да, жалко, что... Монстра Восьмого монстра В любом случае это монстр Да, так вот Интересно, что фигурка по классическому фильму Этой монстрихи будет... Этой монстрихи Монстрихи, да Стать по-разному, да Будет стандартного размера Шесть дюймов высотой Но в длину двенадцать дюймов От хвоста до головы, да? Хвост будет подвижным Хвост подвижный И подвижные соединения, да А вот по новому фильму Они решили, что... Той же монстрихи Да, то есть Надо сразу взять масштаб Фигурка будет большая Двенадцать дюймов И со звуковым модулем Со звуковым модулем Да, будет реветь Орать Визжать Вещать И пугать Своих противников И можно будет проверить Кто кричит громче Жена, если чем-то недовольна Или фигурка-кодзилла Нека, да? Сустройка соревнования Кто монстрия Да, кто монстрия, да И что? И да И теперь Как ты сказал Тим Фортресс Тим Фортресс, да Они даже про игры не забывают Видишь? Старые фильмы у Неки И игры У Неки вот То, что уже продавалось То, что я лично видел Под Тим Фортресс Просто обалденные фигурки Потому что Персонажи комичные Такие мультяшные Ну, в стиле игры Ну вот И вот этих вот мелких косяков Которые бывают в покраске В чем-то еще Там просто нет Это яркие Мультяшные Семидюймовки С подвижными соединениями С оружием То есть Очень хорошие фигурки Выходит кто? Выходит Третья серия уже Анонсирована А, кстати Вышла из производства Вторая И она будет у нас В продаже в феврале Да, скоро придут А в третий Еще два персонажа У них по два в серии Вот Это шпион И инженер Да, шпион и инженер У инженера там Гаечный ключ, да? В комплекте Коробка для инструментов Открывающаяся И пистолет, по-моему А у шпиона Пистолет и нож Да Он такой И, по-моему, еще Вот некое устройство Там, которое 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 ломает Постройки инженера Инженера, да Это здорово Но Эти фигурки Мы уже видели Так что Третья серия Будет хорошая Да, по третьей серии Еще не видели Я имею ввиду Мы же знакомы С этой серией То есть фигурки Отличные И третья серия В принципе По качеству Она ничем не будет Отличаться Смело можно покупать Собирать коллекцию Тим Фортерс Замечательная игра Мне вообще Подводя и так Хочешь сказать Что когда Некине Надо достигать Портретного восходства С актером Когда идут монстры Приматы Роботы Персонажи Игра Все отлично Вот Лев Фо Дэд Например Фигурки Курильщики Толстяк Просто супер Сделаны Действительно Ну и что Ну Снек и все Да Еще маленькая новость Наконец-то Покрасили Прототип Фигурки Далласа По первым Чужим Правда Там до сих пор Нет головы Еще фигурка Не собрана До конца Правда До сих пор Нет Рипли Но опять Даллас И опять Наверное Кейна И вот покрашены Главное Что можно будет Воспроизвести Эпизод на корабле А уже есть Лесохваты Которые выпрыгивают Из яйца И к ним Будут космонавты Это хорошо Это хорошо Ну и довольно Неки Да Довольно Неки И Скажем В нашем Текущем дне Впереди Премьера Робокопа Перезапуска Да И Фирма Срезеру Про которую Мы уже Рассказывали Да Это дочерные Компании 3A То есть Да Они покрасили Свои Прототипы Фигурок Робокопа По новому Фильму Серебряная Версия И черная То есть Камуфляж И у них еще Будет Эд 209 Эд 209 Тоже покрашены Тоже покрашены Ну ты говорил Там какие-то Есть недочеты Швы Ну По фотографиям Мне не очень Понравилось То что Слишком Переборщили Они с техникой Сухая кисть Драйбраш Кто знает Вот Потому что Судя по трейлерам Фильма Костюм Достаточно Такой чистый Как бы Четкий Что касается Черного Вот по черному Видно хорошо А фигурки Как-то такие Ну уж слишком Потертые Я знаю что И 3A И судя по всему Фрезеру Они пытаются Сделать такой Ну прям Реализм Да Фигурки Но В данном случае Мне кажется Это перебор Но опять же Написано Что это не Конечный вариант Что может быть Что-то еще Изменится Поэтому Сейчас мы Что-то утверждать Прямо что Да будет Такая покраска Не можем Эд 209 Тоже Нужно смотреть фильм У него зеленый цвет Он похож на танк Пока не знаем Честно Я не видел Вот концепт-арты Видели только трейлер Вроде он там Такой Но у нас есть Хорошая возможность Посмотреть сначала Фильм Потом будет Дождаться полноценного Анонса Узнать цену Посмотреть уже Окончательные фотографии Правильно Потому что фигурки Не дешевые Эти фигурки Будут Это совершенно точно Это 1 к 6 формат Вот Производитель Тем более Такой амбициозный Вот И если с фильмом Что-то не так То У вас будет выбор Да Вы решите Нужна ли вам Вообще по этому фильму Фигурка Да Нужна ли вам вообще Нужна ли Да Какая Вот Так что нужно смотреть Фильм в данном случае Мы конечно Последнее уверим Что Ну как минимум Он будет неплохой Этот Рыбаков Надеемся Да Да Для нас это много значит Возрастное ограничение Там Нету каких-то Кровавых убийств Скорее всего Вот Еще у него Вот эта вот Живая рука Конечно Беспокоит Так захотел режиссер Нехороший человек Но Никуда от этого не денешься Да Фамилия у него Подилья Да Дурацкая фамилия Дурацкая идея Совершенно Ну все Если да Понятно будут какие шутки Если фильм будет плохой Ах ты Подилья Ты такая Подилья Да Вот Поговорим немножко Про Ход Тойз Да Начался Новый год Ход Тойз Говорят что Продолжат выпускать Из производства Фигурки Пайрон Мэн 3 Но будут задержки В производстве Сразу То есть они будут выходить Вроде как по плану Но Но С задержками Потом Опять вводят В какую-то Потом будет По некой Новой Марвеловской Работе Фигурки И непонятно что Имеется ввиду Потому что В этом году Как минимум 3 Фильма от Марвел Новый Человек-паук 2 Капитан Америка 2 И еще И Стражи Галактики Они говорят Только про одну Возможно Много фигурок Будет по одной Из этих работ А остальные Будут эксклюзивами Для Тойфер Потому что Поступала в сеть Одна картинка Где Которая обозначена Как материал рекламы Для Тойфер Где мы видели Наклейки на подставке С логотипом Ход Тойфер Видно четко Что это Ход Тойфер Подставки Да И видно четко Что это На одной Наклейке Амэйзинг Спайдермен Два логотипа А на второй Гардианс оф зе Галакси То есть Что все-таки Все три Они возьмут Будут А Капитана Америка Возьмут наверняка Ну Посмотрим Но с Капитаном Америка Они уже давно Работают Фигурки И по Оригинальному Фильму И по Мстителям Да И что они еще говорят Они говорят Два классических фильма Бэтмен Ретюрнс Это вторая часть Классического Бэтмена Который Тим Бертон Снимал еще Да И Бэтмен Ретюрнс Бэтмен Ретюрнс Наш знаменитый Вообще Эмит Брауна Да И Макфлай Да Этого не хватало Я думаю Всем А вот По поводу Бэтмена Скажем Что они Очень давно Это обещали Чуть ли не В 2011 Году еще И Сейчас они Хорошо что Хотя бы вспомнили Что они Это обещали Потому что Я вот Коротко скажу Чего мы так и не увидели Фигуры по Прометее Мы так и не увидели Хотя обещали По обещали По Бэтмен Аркам Сити Или Асайлом Ничего не увидели Хищников В масштабе 1 к 4 Они обещали Выпускать Помимо Я даже Об этом не помню Но хоть бы сейчас 1 к 6 Нормально стали выходить Они с Дайка Струм еще частями По АВП Тоже ничего Все забыто Надеемся Что пересдадут Первого Хищника Самого И вот такая Намечается Тенденция Что они Увязают В продукции Дисней и Марвел Какая-то там У них договоренность Видимо Есть Блад Блад В прошлом году Железный Человек 3 Стал самым красным Фильмом И они по нему Сделали Неимоверное количество Фигур Ну еще пока Не сделали Еще и продолжают Делать Продолжают Делать Видна Такая одна Ориентация А старые Какие-то Да какая у вас Ориентация Господа Ход Тойз Да Ориентация Железный человек Жалко что Они что-то забывают Мы хотим Разностороннего Ход Ну вот Самое Фиговое Ну лично для меня Это что Робокопа Перенесли На Август Да Тут серия Переносов Уже Заявленных Фигурок Для многих Это просто Одна из самых Ожидаемых Фигурок И ее Опять Перенесли Да Еще Халк с Бенером В одном сете На сентябрь Здесь вот у нас Айронмен Марк 42 Пожелезный Человеку 3 Дайкастов Еще как раз На июль Аж То есть Мы не скоро Проверим Из чего он Сделан Алюминий Не алюминий Слухи были Разные То есть Вот такие вот Новости Такие вот пироги Такие да Пока ничего Обнадеживающего Что-то забывают Что-то переносят И пока нет Новых Громких Анонсов А что Сайдшоу А сайдшоу А подожди А если мы Про Марвел Заговорили Может быть Тогда про Трией самих Там же Железный Человек Да От Сайдшоу Потом Железный Человек Самый первый Комикс Назывался Invincible Iron Man И там Такой костюм У него был Немного напоминающий Рыцарские латы Что-то похожее На Марк 1 Судя по фотографии Целая Честно говоря Армия Железных Дровосеков Причем Три Выкрутились Они подумали У нас же нет Столько денег Выпускать 20 фигурок По Iron Man Но мы тоже Хотим Разные костюмы А давайте Одну и ту же фигурку Покрасим По разному И каждая Окраска Будет символизировать Отдельный костюм Кстати Вот здесь Очень такая Тонкая фигня Мне кажется Что даже Дело-то не в деньгах А вот в чем Вот эти вот роботы Ближе к авторским К дизайнерским фигуркам В разной покраске Вроде бы одинаковые Да Они отличаются И они Скорее как вот Не то что фигурка Да Действительно украшение интерьера Просто Это неплохо Надо смотреть Сам комикс Эти костюмы Они были по-разному Нарисованы Или одинаково Но Мы Да К сожалению Не можем этого сделать Вопрос еще в другом То что Опять же Фигурка не дешевая И собирать Все расцветки Одной и той же По сути фигурки Это очень накладно Наверное Кто-то выберет Что-то одно И Да Наиболее Подходящее для себя И может быть Даже вот Как я уже сказал Если Со стороны Красоты интерьеров Смотреть Может быть Кто-то выберет Под цвет Там Своих полок Ну да Ну в общем Покраску Мы увидели Пока еще не увидели Цену Но думаю Скоро предзаказ Они откроют Ну покраска Конечно Отличная Как всегда То есть Все очень реалистично Потертости Царапины Триет Делать умеет И делает это хорошо Ну вернемся К сайдшоу А сайдшоу На прошлой неделе Только один анонс Это Большущий Дорогущий Лайфсайз Бюст Опять же По железному Человеку Нашему Незабываемому Третьей части Опять же Марк 42 Новый костюм Как всегда Стекловолокно Полистон Пластик Встроенная Поплетка В общем-то Да Ничего необычного Реактор Глаза светится Бюст Натуральную величину Тяжелый Большой И дорогой Ну цену не объясняют тем Что они делают это В сотрудничестве С компанией Legacy Effect Которая делала Реквизит для фильма Жизнь на человек 3 То есть В тех же отливочных формах Клевали якобы Проверить мы их не можем На слове Конечно Остается только верить Да И стоимость этого бюста 999 долларов Да Дорогой Катабуки Наконец-то показали Полностью Хоу Кая В прошлом выпуске У нас был только лук И как-то все отметили Что Хоу Кай Это фигурка по артам Ади Гранова Ади Гранова Да Это серия Marvel Now Это ArtFX Plus И как-то все отметили Хором Что Похож он Не на картинку Ади Гранова А похож он вообще На Дюка Нюкем Да И на Альберта Вескера Один в один Из Resident Evil Если смотреть На остальные То Эта фигурка Больше всего Отличается От конструктора Серьезное взрослое лицо Так С волевым подбородком В очках Очень взрослый Получился Точнее говоря Статуэтка На вид Да Это статуэтка Все правильно Подвижное соединение Нет Ну Тут сказать нечего Котабуки Она и в Японии Так сказать Котабуки Четкая покраска Фигурка небольшая Мы уверены Что будет В красивой упаковке Когда ты хочешь Марвеловского персонажа У тебя Два выбора Или дорогущий Камикет Опять же Не дешевый Ход Туэйс Да Если по фильмам Либо Очень дешевый Но очень плохой Хасбро А посередине Да нет Хасбро Неплохие Просто они для детей Для детей Совершенно детские А вот Котабуки Это посередине Это не для детей Это не очень дорого Это вот такое Оптимальное сочетание Цены и качества И Что здорово У них выходит Вся линейка Серия То есть Это не один герой А ты можешь За вменяемые деньги Собрать всю коллекцию Любимых героев Это очень здорово Так Кто у нас еще есть Макфарлин Они готовят Уже вторую серию Фигурок по Ассасин Крид Они переняли Стафетную палочку У Нека Теперь Ассасины Это Макфарлин Первая серия у нас уже была в продаже А кто же будет во второй Это еще три фигурки Они сделаны по играм Ассасин Крид 3 Либерейшн Аддон к третьей части И Ассасин Крид 4 Блэк Флэг Значит По Третьей части Либерейшн Сделаны две фигурки Это новая версия Конора И это Некая Авелина Которая Первая женщина Ассасин Насколько я понимаю Ассасин А по четвертой части Ассасин Дэвэйл Это член Команды корабля Эдварда Кинвэя Главного героя четвертой части В общем они снова подвижные Аккуратно довольно сделаны А самое главное Опять В упаковке будет некий код Который открывает дополнительный контент В игре самой То есть Ты не просто покупаешь фигурку Чтобы любоваться А ты покупаешь Для того чтобы Как-то интереснее играть То есть фигурка Обладает непосредственной связью С самой игрой То есть да Интерактивной Макварлен договорились С создателями игры Да Ну и конечно Аксессуары Оружие Все это будет Все это будет Мечи Ножи Тамагавки Всем Все То чем Убивают Ассасин Да Это пока только Предварительные фотографии Если будут еще лучше Я думаю мы еще Порасскажем В следующих выпусках Новостей Да И что Напоследок Наверное Немножко ностальгии Да У нас Про Нюрнберг Новость Да Где проходит европейский Тойфер Да Перед американским И это фигурка Супер Супер Марио Именно Самого Марио Фигурка хороша чем? Множество подвижных соединений И сделано это неспроста Потому что Скорее всего Это будет в комплекте Целая куча Всяких Крутых Вкусностей А именно Аксессуары Из которых можно собрать Достаточно внушительную И очень прикольную Диораму Диораму Да Тут и монетки И грибочки И монетки И грибы Да И Труба Из которой Вылезает кумба И панцирь и черепах Который он Швыряет во врагов Можно прямо сделать Настоящую инсталляцию Которая будет похожа На какой-то На часть уровня Из игры Да И можно даже Его поднять в воздух Потому что У него и подставка Тоже подвижная Она позволяет имитировать Вот прыжки И вот полет Да Подставка сделана Из прозрачного пластика Там специальный Такой штатив Подвижный Штатив, да Вот Фигурку можно Естественно Фигурке можно придать Разные позы И выглядит все Очень будет клево И в это Как бы даже Интересно играть В том смысле Что Не то что там Как вот дети играют Да Поставил на полочке Так Сделал То есть Все это можно Изменять Сделать сценки Из игры Очень здорово Компания Тамаша Тамаша Да Будет это делать Надеемся Что они продолжат В Марио И вообще В Нинтендо Героев очень много Разных Но если Фигурка будет Пользоваться популярностью Может быть Выйдут и остальные Герои Из этой игры Ну да И мы надеемся Что у нас тамаши Еще будут дальше Тоже в продаже Они у нас были Тоже То есть Подвижный стенд Это очень интересная вещь Да Ну и что Но мы ждем Новых анонсов Новых отчетов Фотоотчетов С европейского Туэфер Каких-то открытий Мы ждем С интерпением Американского Конечно Самого главного Туэфер Который в феврале Будет Так что да Еще новостей много Обязательно Увидимся Очень скоро Будем смотреть На новые фигурки И думать Что покупать А что нет Что нет До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok